Космический корабль вышел на орбиту. Космонавты в нем испытывают состояние невесомости. Невесомость. Что это такое? В каких условиях она возникает? В обычных условиях на тело человека действуют две силы. Сила тяжести и реакция опоры, равная весу тела. Вспомните, вес — это сила давления любого тела на неподвижную горизонтальную опору. Отдельные части тела тоже давят на свои опоры, деформируют их своим весом. Но вот человек прыгнул. Во время полета на него действует лишь сила тяжести. Взаимодействия с другими телами — нет. Человек находится в состоянии невесомости. Невесомость возникает и при прыжках на батуде, но лишь на одну-две секунды. А как продлить состояние невесомости? Если разогнать самолет по восходящей траектории, а потом выключить двигатель, то во время дальнейшего движения на самолет будет действовать только сила тяжести. Наступает невесомость. Вот как это выглядит на самом деле. Это специальный самолет для тренировок в невесомости. Длится здесь невесомость 50-60 секунд. Потом снова разгон. И снова невесомость. В состоянии невесомости многому приходится учиться заново. А что же происходит в космосе? И здесь на космический аппарат действует лишь сила тяжести. Такие же динамические условия у всех тел внутри космического корабля. Здесь тоже невесомость. Космонавт может покинуть корабль. Вспомните первый выход человека в открытый космос. Здесь на зарях. Я Алмаз. Человек вышел в космическое пространство. Отлично себя чувствую. Нормальные условия работы. Покинув корабль, Алексей Леонов продолжал лететь по орбите со скоростью около 8 километров в секунду, находясь в состоянии невесомости. Кинокадры, которые сегодня уже стали историей. Сколько бы полетов не предстояло человеку, в космосе его всегда будет встречать невесомость. Продолжение следует...